Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет подготовка диплодения к цветению после зимнего периода. Будет обрезка, добавлю свежий грунт и удобрение. И расскажу, как я за ней ухожу. В общем, смотрите до конца, будет интересно. Это моя бордовая диплодения, она у меня уже довольно-таки взрослая. Вот ничего не убирала. Сегодня хочу ее почистить, обрезать, потому что, видите, листьев потеряла очень много за зиму. И здесь вот есть пожелтевшие листочки. То есть нужно ее сейчас привести в порядок и чтобы она порадовала своим пышным цветением. Ну, наверное, еще и укореню некоторые, если сейчас будет обрезка. Она у меня еще простояла в такой темноватой комнате. Зимой же вообще солнце прям не попадало. И без досвечивания она стояла в глобильной комнате у меня. И поэтому вот такой вот вид. Сейчас я смотрю, как мне ее лучше подстричь. Ну, во-первых, хочу убрать все вот эти вот усы у нее. Делайте, конечно, побольше подстричь так. Ну, вот усы-то точно вот эти уберу, потому что вытягиваются усы ни к чему. Стрижку лучше делать в перчатках, так как она выделяет такое белое молочко. Ну, вот эти усы я буду все и обстригать, потому что следующие усики будут уже с бутончиками. А эти вот, она просто их вытягивает, мне не нравится. Вот видите, сок выделяется. Эта диплодония у меня цветет очень хорошо. Ну, кто следит за моими видео, они знают, как она у меня цветет. Вот эта тут можно брать. И она больше не даст побегов. Более такой вот пушистый кустик будет. Сейчас она у меня обрастет. Сейчас она у меня стоит в ванной комнате. Там уже солнышко попадает на нее. Она сейчас быстро поправится. Ну, вот я прямо так вот. Усики у нее не укореняются. Так что они идут просто на выброс. У меня на канале есть подробное видео, как я укореняю диплодению. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Я прямо вот так вот по всему растению. Вот эти, кстати, можно укоренивать. Она довольно-таки быстро укореняется. Я укореняю ее в тепличке. Или можно накрыть пакетиком. И сейчас я ей уберу везде желтые листочки. В общем, готовим к диплодению, к цветению. И все вот листики, которые я отвижу, что мне не нравятся. Ну, и желтые в том числе. Все я убираю. Это моя одна из первых диплодений. Ей уже лет шесть. То есть она у меня всегда вот сейчас вот с весны начинается цветение. И цветет все лето прям вообще очень хорошо. Я ее на лето выношу на веранду. Она у меня на веранде. Там до обеда солнышко падает. И потом просто светло. И ей это очень нравится. Конечно. Диплодения, конечно, это такое солнцелюбивое, скажу так, растение. И от нехватки солнца она, конечно, начинает болеть, улетать, скидывать листья. Диплодения даже может и под прямыми солнечными лучами стоять. Но, конечно, в открытом грунте, чтобы если ветерок, а на окне, хотя у меня и на окне стояло, у меня на прежней квартире, где я раньше жила, она у меня цвела даже зимой. Потому что там этаж был высокий, и как раз солнечная сторона, и она прям вообще у меня цвела круглый год. Зимой, конечно, поменьше, а весна-лето, конечно, обильно. Но до сих пор я пытаюсь вот здесь вот еще все почистить. Я же обещала, что буду снимать все подряд, что я делаю, какие манипуляции с растениями. У меня несколько сортов диплодений есть. Но, к сожалению, два сорта я потеряла этой зимой. И не смогла никак, с ними ничего и спасти не смогла, и переукореняла, и ничего не помогло. В общем, благополучно они у них погибли. Но ничего. Такое тоже бывает. Вообще диплодения, кто знает, она, в принципе, тоже бывает капризна. Ну, я не хочу ее сильно-то и обрезать. Ну, для укоренения вот еще возьму. Для укоренения вот такие очень хорошо. Что здесь еще? Можно вот эту еще веточку. Вот здесь тоже еще два, видите, для укоренения тоже очень хорошо. Диплодения мне очень нравится. Прямо люблю это растение. Оно эффектно очень смотрится. Даже не цветущее, потому что у растения такие глянцевые, блестящие листья. Да еще, когда цветет, это, конечно, смотрится очень красиво. Ну вот, она уже преобразилась. Все-таки мне хочется все равно, чтобы она такая была пышная. Сейчас у нее пойдет обидный рост. Я уже говорила, что весна, весна же все-таки скоро. Сегодня у нас 21 февраля. И солнечные дни, конечно, уже побольше становится. И солнце уже выше попадает в окна. Она у меня сейчас на солнышке. И ей хорошо. Ну, я просто вытряхнула, там старый вот этот керамзит был. Я с остатками все-таки там обсыпалась. Я насыпала сюда керамзит. И здесь у меня универсальная земля. Ну, здесь у меня песок добавлен. Вермикули, древесный уголь. То есть такие, даже где-то еще мелкая карача чуть-чуть есть. Сейчас я ей такую подушечку хорошую сделаю. И ей, конечно, у нас сейчас добавятся витамины. Добавила смокот. У меня здесь уже остатки, но я заказала уже. Кто не знает, это удобрение длительного действия. Где-то на полгода хватает. Но я все равно где-то что-то еще и фертикой подкармливаю. Но она у меня, конечно, красоткой и сухая такая. Сейчас я ее в душ сношу. Сейчас я ее поставлю. Отлично. Добавилась земля. И горшок остался этот. Не надо ей. Чем теснее горшок, тем свистим лучше будет. Сейчас я здесь все приберу. Сношу ее в душ. И расскажу, как я ухаживаю. Сейчас я здесь подсыплю еще земельки. Так как итальяна, конечно, у нас настоятельно не стоит. Она требует, конечно, опору. Но я вроде бы сейчас все хорошо поставила. Ну вот, подготовила свою красавицу к цветению пышному и к росту. Сейчас она у меня начнет выпускать новые усы, на которых будут уже бутоны. Как я ухаживаю за диплодемией? Ну, так как зима у нас была, я скажу, что в зимний период я сокращаю им полик. Очень хорошо, существенно. Они у меня даже полностью высыхают, может, даже несколько дней стоят сухие. Потом я их по чуть-чуть поливаю. Вот так мы пережили зиму. Я их не опрыскивала, ничего не делала. И практически не подкармливала. То есть сейчас, вот конец февраля, я уже начинаю вносить им удобрения. Я подкармливаю фертикой их. Я им начинаю устраивать теплый душ. Они у меня начинают просыпаться. И я смотрю по своим диплодениям, у них уже начинается такой активный рост. И самое главное, также полив. Я их поливаю по мере пересыхания грунта. Ну, наверное, наполовину. Летом, конечно, поливаю я чаще. Потому что теплее. Сейчас еще подоконники холодные. И с поливом нужно быть аккуратнее. Так как холодные подоконники, еще они не любят сквозняки и такую температуру. И поэтому, чтобы корни у них не застывали, все-таки с поливом аккуратнее, потихоньку. И обязательно я поливаю только теплым. Я уже говорила, что диплодения это светолюбивое растение. Оно любит солнце. Ну, конечно, если на подоконнике стоит, то, конечно, от полуденных лучей можно притенять ее, чтобы не обгорали листочки. А так она очень хорошо переносит в открытом грунте ее только на солнце. Она очень хорошо переносит. Удобрение. Я ей добавляю в землю осмоход. Добавляю длительного действия удобрения. А так еще подкармливаю фертик. Фертик алюкс. Ну, я буквально там на кончике чайные ложечки на литров воды теплые. Размешиваю и все. И они любят теплый душ. А когда цветет, конечно же, желательно, чтобы водичка не попадала на макару. И удобрения вношу раза в две недели. И раз в месяц я поливаю их подокисленным лимонным соком водичкой. То есть немножко лимонного сока прям чуть-чуть выжимаю. Также теплой водичкой их поливаю. Они это любят, это сказывается на листе. А грунт использую, в принципе, универсальный. Ну, вот сегодня я там добавила мелкая кора была. Такая просто. Тоже можно, в принципе, уже не будет. И про черенкование. Я, конечно, которые срезала веточки, я их, конечно, укореню. Но показывать вам не буду, так как у меня есть на канале очень подробное видео, как я это делаю. Ссылочку оставлю под видео. Кому будет интересно, можете зайти и посмотреть. И давайте подытожим, что сегодня я проделала в своей диплодемии. Ну, во-первых, я убрала все сухие веточки, убрала все желтые или какие-то, если попорченные, листочки. Обрезала ей усы. Я все усики прям обрезала. Это для того, чтобы у нее больше пышности было. И она еще больше формирует боковых побегов, на которых и образуется бутон. Не меняя горшочка, я ей подсыпала грунт. То есть я ее сверху убрала немножко, потом перевалила ее, внизу отряхнула. Убрала этот старый керамзит. Все добавила, все свежее. И земельки, кстати, добавилось хорошо. То есть у нее сейчас будет питание. И добавила еще удобрение от свокода. И, конечно же, ей добавилось питание. То есть она наберется сил. Ну и еще из главных факторов для хорошего цветения и для развития новых побегов и дорогов, конечно же, появилось солнце. И я ее поместила сейчас на окно в ванной комнате, где солнышко больше. И она это уже чувствует. И, конечно же, это повлияет на ее рост и развитие. И, конечно же, на цветение. Но у меня же еще есть диплодений и другие, которые тоже требуют подсыпать также земли. И где-то усики обрезать им. Но я уже не буду снимать, потому что эта процедура, в принципе, одна и та же. Я вам показала даже вот этот экземпляр, на который были желтые листья. На тех у меня желтых листьев нет. Они у меня так простоялись в зиму на окне, на ванной комнате. Так что они еще выглядят хорошо. Только пустили усы. Желаю всем, чтобы ваши красавицы тоже уже просыпались и порадовали вас хорошим ростом и цветением. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok